Бесплатный танк со свалки или дорогущий танк за 60 миллионов долларов? Какой из них окажется круче? Сегодня в GTA 5 шоу сравнения. Майкл Тревор и Франклин смогут это узнать и протестировать каждый из вариантов на себе на улицах Лос-Сантоса. Но кто на чём будет кататься, это нам и нужно выяснить. Давайте крутанём колесо фортуны. И первым у нас оказывается Майкл, но почему же он недоволен? Да всё просто, потому что он становится обладателем бесплатного танка за свалки. За 0 долларов, я не знаю, что там за грунтометалом и сможет ли этот танк вообще ездить. Но с этим уже в принципе предстоит мучиться именно Майклу, пожелаем ему удачи. А теперь нам предстоит узнать обладателя танка средней ценовой категории за 2 миллиона долларов. Да, сумма не маленькая, но есть же к чему стремиться. Крутим колесо фортуны. И танк за 2 миллиона долларов получает в своё распоряжение Франклин. А Тревор уже вовсю радуется, потому что именно он сегодня покатается и возможно даже постреляет из танка стоимостью 60 миллионов долларов. Самый дорогой, самый мощный и самый крутой танк во всём мире. Интересно только, какой же танк понравится именно вам, поэтому смотрите до конца и не забудьте указать это в комментариях. А ещё поставить свой зверский лайк, если вам нравится шоу сравнения. Приступаем к обзору. Майкл по-прежнему очень недоволен, потому что он мечтал сегодня пострелять и повеселиться. А сейчас он находится на свалке и должен сначала отыскать свой танк. И где же мне его здесь искать? Здесь столько разного металлолома. Кто знает, может быть вот эта вот часть старого танка. Хотя нет, больше похоже на бетономешалку. Ой, а вот кажется и он. Ха-ха-ха, этот танк теперь принадлежит Майку. Что это за железяка? Сколько лет она тут пролежала? Мне кажется, она тут лежит со времён Второй мировой войны. Весь ржавый и уж точно никуда не поедет. Я даже сомневаюсь, что он стреляет. Эй, мужики, я теперь владею этим танком. Вы, может, поможете мне его как-нибудь отремонтировать, отреставрировать? Может быть, вы знаете какие-то секреты, которые помогут мне привести его в чувство. Ну что, мужики, договоримся. Я вам неплохо заплачу. Эй, йоу, йоу, я же пришёл за своим танком. Алё! Ха-ха-ха, чёрт побери. Что за фигня, почему они начали по мне стрелять? Суть по всему, я зашёл не на свою территорию, и они даже бесплатный танк со свалки мне не особо готовы отдавать. Зато поглядишь, что я достал из кустов. Это же пулемётик. Так, мужики, я свой танк всё-таки забираю. Мне нужно привести его в чувство, чтобы, ну, хотя бы он смог сдвинуться с места. Вау, 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 собака. Не хочу убивать животных. Давайте. Эй, собака, собака, уйди. Уйди, собака. Ладно, придётся от неё избавиться. Но что мне делать с этим танком? Он ведь даже никуда не поедет. Как мне его вытащить с этой свалки, где столько озверевших и сумасшедших людей пытаются убить Майкла? Ладно, избавились от последнего. Теперь вызываем эвакуатор и везём этот танк в мастерскую, где, надеюсь, его смогут привести в чувство. Знаете, бесплатным даже сыр в мышеловке не бывает, поэтому и танк бесплатным тоже быть не может. Майкл потрудился на славу и вбухал в ремонт этого старого танка 100 тысяч долларов из собственного кармана. И смотрите, что у него получилось. Майкл, я не представляю, как ты смог добиться такого результата, но он не просто выглядит офигенно. Он, наверное, ещё теперь и будет двигаться. И, между прочим, у этого танка есть один большой секрет, о котором я даже не подозревал. Я думал, он будет стрелять обычными, не знаю, патронами, какими-нибудь ракетами, боеголовками. Но нет, он ничем этим не стреляет. Он стреляет кое-чем покруче. Давайте-ка залезем в него и прокатимся по городу. Я не знаю, в какой стране принадлежал этот танк. Может быть, он принадлежал немцам, потому что силушка, которую он готов показать, просто безбашенная. Ну что, ребята, вы готовы? Ну, смотрите, этот танк-огнемёт. Я просто в шоке. Танк-огнемёт в GTA V. О, от меня уже люди начали разбегаться. Эй, поглядите, какой танк я отремонтировал и выкопал со свалки. Куда же вы убегаете? Неужели вы не хотите посмотреть, как я кого-нибудь буду поджаривать? Может быть, тебя, например? Боже мой, он очень сильно мучается. Он в жёстких конвульсиях. Ты куда поехал? Ты куда поехал? Кто тебе права выдал? Может быть, стоит вытащить тебя из машин? Чёрт побери, я всю тачку поджарил. Вау, мне нравится, мне нравится этот танк. Он просто офигенный. Между прочим, мне полиция не даёт. Вау, что это такое? Что за трюки я здесь вытворяю? Я перевернул танк. Перевернул танк, который только что отремонтировал за 100 тысяч долларов. Всё, вроде нормально. О, пожарные приехали. Не буду мешать работе пожарных. Это их призвание. Не хочу их убивать. Ещё несколько минут назад Майкл был жёстко расстроен, когда узнал, что он теперь обладатель бесплатного танка со свалки. Но теперь, я думаю, он чертовски счастлив, потому что стал обладателем, наверное, самого крутого танка сегодняшнего выпуска. Я, конечно, не знаю, что там приготовлены нам за 2 миллиона долларов. И за 60 миллионов долларов уж тем более. Я не представляю, какой танк вообще может стоить таких денег. Но это просто невероятная мощь. Вы поглядите. Это так офигенно. Танк, огнемёт. У нас, в принципе, нет огнемёта в GTA 5. А здесь такое. Ух, я уничтожил целую колонну машин. Самое забавное, что полиция даже не пытается меня преследовать. Она даже не пытается меня остановить. Люди убегают в панике. Они не понимают, кто выпустил танк на улице Лос-Сантоса. Но это Майкл решил покататься и повеселиться. Только поглядите на эту пробочку. Нужно расчистить улицу Лос-Сантоса от пробок. Чтобы, не знаю, чтобы не было пробок. Первая звезда появилась спустя столько времени. Окей. Ладно, я думаю, с этим танком всё ясно. Давайте, наверное, переключаться на Франклина. И посмотрим, что же ему там приготовлено за 2 миллиона долларов. А вот и он. Я таких танков не видел ни разу в своей жизни. Это, знаете, не просто какой-то военный танк. Это танк для собственной обороны. Чтобы его хранить в гараже. И, если что, в чрезвычайной ситуации выкатывать оттуда. То есть для какого-нибудь миллиардера, который хочет себя защитить. Вы поглядите, какой он маленький. А сзади ещё и выхлопные трубы. Я никогда не видел на танках выхлопные трубы. А здесь их даже 2. Это какой-то танк-суперкар. Мне уже нравится его дизайн. И 2 миллиона долларов, я считаю, он стоит. Хотя мы его ещё, конечно, не затестировали. У него нет гусениц. Но и колёса у него тоже необычные. Здесь каждое колесо своеобразная гусеница. Я только не понимаю, как Франклин там сможет уместиться. Ему же будет капец как тесто там, наверное. Надеюсь, Франклин у тебя нет клаустрофобии. Но шапочка идеально для него подходит. Что же, здесь у нас есть миниганы. Огромная пушка. И фиг его знает, что там ещё есть в наличии. Так что давайте залезать. И я сейчас нахожусь на Гроу-стрит. На территории банды Бауэс. Которую Франклин очень сильно ненавидит. Франклин там залез. А крышку закрыть не хочешь? Закрылась. Окей. Что у нас есть тут по оружию? Закреплённые миниганы по бокам. Ракеты. Ракеты без наведения. И ещё танковая пушка. Ну, наверное, с неё мы как раз таки и начнём. Оооо. Хаш-гидрант прорвали. Ё-моё. Бауэсы. Бегите отсюда. Бегите, Бауэсы. Да потому что Франклин выехал на ваш райончик. Смотрите, прибежал. Прибежал стрелять по мне. Получайте, Бауэсы. Хе-хе-хе-хе. Зачистим Гроу-стрит. Ещё прибежали. Капец. Вскоре и полиция сюда приедет. Ладно, давайте затестим миниганы. Я так понимаю, они настолько спереди. Поэтому надо ездить и стрелять, поворачивать. Соответственно, куда мы хотим пострелять. Вот я по этой машине хочу пострелять. Ну же. Поехал на Гроу-стрит. Смотрите, да. Блин, с миниганов очень неудобно стрелять. Потому что они стреляют только вперёд. И нормально не получается из них пострелять. Тут полиция уже приехала. Полиция, чё вам надо от меня? Уоу! Это что вообще за монстр такой? Я просто заехал на полицейскую машину. И уничтожил её в хлам. Сколько весит эта махина? По виду она весит не больше тонны. Но судя по тому, что я сделал с полицейской тачкой здесь брони. Наверное, весом 50 тонн. Давайте ещё раз попробуем. Жесть! Она просто сметает и всё в смятку. А потом это всё дело можно добить ещё и ракетой. Надо только развернуться. Вот так вот. А так, давай, фокусируйся. Боумс! Мне нравится. Мне нравится этот танк. Даже больше танка-огнемёта. Потому что он современный и офигенный. Личный танк. Я бы не отказался иметь свой личный танк у себя в гараже. Если какие-нибудь хейтеры придут ко мне, я сразу его выкатываю. И хейтеров больше нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Это да. Полиция точно к такому не готова. Уйдите с дороги, полицейские! Вы на кого нарвались? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, это куча, на самом деле, оригинального танка. Потому что оригинальный танк не умеет сметать машины. А эта тачка плющит любые машины, которые выйдут ей навстречу. Вот, например, грузовик. Я уверен, он грузовик расплющит. Да, мы смели его с дороги. И потом ещё можно его разбомбить. Красота! Но как бы там ни было, танковая пушка мне определённо нравится больше всего. Потому что я хотя бы могу крутить башню и стрелять во все стороны. Пострелять по всем, по кому захочу. И сметать всё на своём пути. Пять звёзд для меня, это не проблема. На таком-то танке... Уйди с дороги, братишка! Настоящий Армакедон! Устраиваем в Лос-Антосё. Вертолёт надо мной летает. Я и тебя собью. Ух-хо-хо-хо. Зря, зря ты снизился. Полиция в шоке. Мне интересно только, а из какой игры или из какого фильма этот танк? Он же, блин, кем-то был придуман. Но чувак, который бы его придумал, определённый гений. Я бы ему пожал руку. Два миллиона долларов, ребят. За такую махину. Да тут куски асфальта сметаются из-под моих гусениц. Смотрите, они перегрыли мне дорогу. На что вы рассчитываете, глупые копы? Получайте ракеты по левицу. Мне бы захотелось протестировать этот танк в реальных боевых условиях и съездить на нём на Форт Занкуда. Но, я думаю, на Форт Занкуда мы как раз таки можем съездить на танки за 60 миллионов долларов. Потому что, извините меня, там что-то должно быть реально невероятное. Я-то уже поражён этим танком. А там должно быть то, от чего я точно скажу. Вау. Окей, оставляем тогда Франклина развлекаться с полицией и с другими людьми на улицах Лос-Сантоса. Потому что, я чувствую, он тут будет развлекаться ещё несколько дней подряд. Не теряя от этого никакого кайфа. Уйди с дороги. А мы переносимся к Тревору. Он сейчас безумно счастлив. Потому что, он будет тестировать самый дорогой танк в нашем сегодняшнем шоу ГД-5. Сравнение. Что это такое? Тревор сейчас немного ошарашен. Потому что, что это, чёрт побери, такое? Это и есть танк за 60 миллионов долларов. Откуда он взялся? Как его скрывали? Это, очевидно, секретная разработка. Но как от людей могли прятать такой гигантский танк? О, тут есть логотип. Чёрт побери. Так это ещё и нацистский танк. Секретный нацистский танк. Как его прятали 60, даже 80 с лишним лет? Я просто в шоке. Но, сегодня Тревор становится его обладателем. И он просто в шоке. Он просто счастлив. Потому что, такой подарочек заслуживает каждый сумасшедший на голову Тип. Как мы знаем, Тревор является именно таким. Но, как мне залезть в это чудо техники? Нужно же как-то туда забраться. Ё-моё. А, тут танк поменьше внутри. Ха-ха-ха. Это просто оболочка. Гигантская оболочка. По-моему, нас обманули. Немного обманули на 60 миллионов долларов. Давайте выстрелим, что ли? У-у-у. Слушай, ну. Танк обалденный. Ездит он. Прикольно. Если люди со стороны будут думать, что это действительно гигантский танк, то, в принципе, нормально. Враги будут разбегаться. И, получается, мы будем выигрывать любую войну. Если бы, получается, немцы смогли использовать такой танк в реальных боевых действиях, думаю, что они все-таки победили бы. Потому что такого монстра победить нереально. Но, ха-ха-ха. Выводы делайте, ребята, сами. Потому что, ну, я не знаю, я не знаю, что думать об этом танке. Он гигантский. Это да. Но, с другой стороны, он крайне неповоротливый. Я там раздаю немного полицию. Ну, и хочу по ним выстрелить. Отлично, все. Добили полицейских. Все, ребята, разъезжайтесь. Теперь Тревор, король Лос-Антоса. На таком-то боевом танке он точно будет королем Лос-Антоса. Так, чуть не подбили вертолетик. Давайте-ка попробуем. Воу! Идеальное попадание. Очень жаль, что он не сносит все на своем пути. Очень жаль, что он прозрачный. Если бы это был реально гигантский танк, ему бы не было цены в GTA V. Но, не знаю, тянет ли он на 60 миллионов долларов или нет. Делайте выводы, ребята, в комментариях. И пишите, какой из сегодняшних танков вам понравился больше всего. Бесплатный со свалочки. За 2 миллиона долларов для миллиардеров, чтобы себя оборонять. Или вот этот вот монстр за 60 миллионов долларов. Что же, Тревору сейчас нужно как-то придумать, куда бы спрятать этого монстра, чтобы полиция не смогла у него его конфисковать. Надеюсь, что вам понравилось это видео и шоу сравнения в GTA V. Конечно же, предлагайте свои идеи в комментариях. А мне нужно сбить еще один вертолетик. И еще один вертолетик. Что же, ставьте свои зверские лайки. Подписывайтесь на канал. А у микрофонового мистер Кей. Всем хорошего настроения. Удачи. И пока.